Сегодня в центре внимания телефорума жестокое обращение животным. К сожалению, таких случаев не становится меньше во Владимире области. Это и есть повод для встречи здесь, в телефоруме, устроить дискуссию. Итак, у нас в студии Александр Загоровский, заместитель начальника отдела участковых и полномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру. И Марина Собянина, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации во Владимирской области Альянс защитников животных. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с самого главного. Итак, как в Уголовном кодексе регулируется эта статья? И что вообще грозит нарушителям? Ну, давайте начнем с того, что она все-таки имеется у нас в законодательстве. Уголовным кодексом она предусмотрена. Это 245-я статья. Что грозит лицам, которые совершают данные деяния в отношении животных, то есть непосредственно жестокое обращение? Это начиная от штрафа материальной ответственности и заканчивая реальными сроками. То есть все будет зависеть от того, как характеризуется данный гражданин, который совершает данные деяния. И зависит от способа совершения данных деяний. То есть может быть и то, и другое? Может быть либо то, либо другое. То есть либо штраф, либо исправительные работы, либо реальный срок. А работает ли эта статья у нас в городе и области? Эта статья работает. У нас есть уже в производстве уголовные дела такие. Есть дела, которые переданы в суды. Уже на рассмотрение судов. То есть этот закон работает. Хочется оценить масштаб ситуации. Вот статистика УМВД и статистика зоозащитников одинаковая? Ну можете озвучить свою, а Варина свои цифры. По статистике, смотрите, давайте возьмем, значит, за текущий год, 2020, у нас по статистике возбуждено три уголовных дела. Одно из которых дошло до суда, непосредственно передано в суд на рассмотрение. Два уголовных дела сейчас находятся в производствах. И в рамках рассмотрения до уголовных дел в материалах доследственных проверок у нас находится порядка трех-четырех материалов. Марина. Да, ну что я хочу сказать. В моей практике на данный момент пока нет заведенных уголовных дел или каких-то производств по делам. Но мы продолжаем в этом направлении работать, сотрудничество, в общем-то, с полицией, с прокуратурой и так далее. Хотелось бы, наверное, сказать следующее, что люди, которые находят искалеченных животных или убитых, они очень часто не обращаются никуда, они просят помочь волонтеров, еще кого-то. Но дело в том, что это они непосредственные свидетели. Это они должны подавать заявление и вызывать полицию на место. Может быть так оно пойдет быстрее. Но все-таки они что-то делают, когда становятся свидетелями, не проходят мимо? Бывает, знаете, как, вот есть случай поселка Иванища Гусь-Хрустального района, там с 2013 года, гражданин, который работает в администрации, да, он периодически ходит и стреляет животных. Неважно, домашнее это животное на цепи или это вот бродячее на улице, да. Насколько нам сейчас известно всем, что это запрещено. Тем более в населенном пункте, да, то есть есть отдельная статья за стрельбу в населенном пункте. Вот. Очень много жителей делают для того, чтобы его хотя бы привлечь к штрафу. То есть это с 2013 года он вот так вот ходит, да? Да, он в 2013 году был привлечен к ответственности, его, значит, оштрафовали, у него изъяли оружие, запретили ему, значит, это оружие использовать. Он переоформил его на свою жену, ну и дальше вот это все. Ну, это не доказано, понимаете, то есть пока на данный момент это не доказано. Хотя свидетелей очень много, весь поселок пишет, значит, заявление, они писали уже и в приемную президента вот недавно отправляли. Вот. В общем-то мы надеемся, что все-таки хотя бы он уже возьмет себя в руки, этот мужчина, да, и перестанет творить вот такое вот. Может быть, надо не себя брать в руки, Александр, да, а как-то по-другому уже здесь. Тем более, если уже был привлечен. Ну, конечно, если есть такая информация, то есть каждый гражданин, любой гражданин может обратиться в правоохранительные органы и предоставить ту или иную информацию. Вот. Возможно, просто даже сотрудники правоохранительных органов и не знают о каких-то моментах, о которых известно гражданам. Именно по той причине, что им никто об этом не сообщает. Поэтому, если поступает какая-то информация, ее нужно непосредственно сразу предоставлять в органы внутренних дел, ну, чтобы была какая-то реакция. То есть после только заявления, да, полицию? Ну, смотрите, у нас... Вы заработаете, так? Нет, смотрите, должна быть информация. А что касаемо заявления, у нас заявление может быть письменным, может быть устным заявлением. То есть если гражданин обратится даже по телефону в дежурную часть местного УВД, да, территориального органа, вот, это уже и считается заявлением. Оно будет устным, и в любом случае на него будет реакция. А кто все эти люди, которые вот так вот свободно разгуливают, да, переформляют оружие, которые реально попадают на скамью подсудимых, это больше вменяемые люди или... Ну, вот, непосредственно про данный случай я вам не могу ничего сказать, потому что... Ну, вот те, на которых уже есть производство. Нет, в большинстве случаев, естественно, это люди не особо вменяемые, но не подтверждено документально, что медицинскими работниками. Вот, но по территории города Владимира, который непосредственно входит в мою зону обслуживания, не было таких случаев, чтобы лица, владеющие оружием, то есть, которые проходили обучение, непосредственно получали разрешение, использовали данное оружие, вот, для жестокого обращения с животными. То есть, это непосредственно люди, большей частью, злоупотребляющие алкоголем, то есть... То есть, все-таки, вот, ну, нормальный человек, да, может быть, говорится, что есть какая-то норма, да, ну, не может себе позволить такое. Ну, в нашем понимании, да, нормальный человек, он не сможет просто этого сделать. Если даже я могу наложить на себя, да, вот мысль, я бы такого не смог сделать, не способен. Есть звонок телезрителя. Игорь, здравствуйте, спасибо, что вы принимаете участие в дискуссии. Ваш вопрос. Слава Богу, здравствуйте, Анна. Расскажите мне вопрос. А какие наказания предусмотрены за жестокое обращение с животными? Пожалуйста, Александр. Да, добрый вечер. Значит, еще раз повторюсь, у нас законодательством 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание, начиная от штрафа, заканчивая реальным сроком, либо исправительными работами. Спасибо. Марина, на вашей практике все-таки мы имеем дело с какой-то особой группой, психотипом, асоциальным поведением. С чем мы сталкиваемся? Да, в основном сейчас, наверное, люди, злоупотребляющие алкоголем, люди, которые ранее привлекались к ответственности в большинстве случаев. Ну и люди, стоящие на учете в психоневрологическом диспансере, это вот тот контингент, который наиболее часто нам встречается. На данный момент у меня с улицы Балакирева собака, которую женщина била, она еле ходит, не кормилась. Мы просто заявление не стали подавать, потому что, ну, честно, я уже не вижу в этом смысла. Мы выходим собаку, ее будем пристраивать. Вот. Дело в том, что это должны, опять же, делать соседи. Те, которые слышат, а соседи в основном отказываются. По поводу жестокости, наверное, подростковой еще хотелось бы сказать. Потому что у нас родители сейчас очень все заняты своей работой, какими-то делами, и дети ходят практически половину беспризорниками на улице. Вот. И очень часто они совершают деяния, как бы, на, как сказать, на понтах. То есть, кто перед кем круче, кто что сделает. То есть, мы часто очень встречаем искалеченных просто животных. Конечно, ну, детей, как ты их улечишь? То есть, ты их не увидел, ты их не понял. Но мы знаем, что это сделали дети. Кстати, на ком ответственность тогда в этом случае? Ну, смотрите, в зависимости от того, сколько ребенку все-таки лет, потому что у нас уголовная ответственность наступает все-таки уже с раннего возраста, да, не с 18, а еще раньше, вот, в каждом случае будет подход индивидуальный. То есть, в каких-то случаях, если ребенок не достигает возраста уголовной ответственности, естественно, ответственность будет возлагаться на его родителей. И там не только будет родитель привлечен по данной статье, но еще ряд сопутствующих статей будет за воспитание ребенка. То есть, как дошло до этого. То есть, еще одна группа – это подростки, да? Да, это еще одна группа – подростки. У нас, кстати, несколько лет назад были привлечены к ответственности два молодых человека, которые издевались над кошкой и снимали это на видео, выкладывали это в соцсети. Наказание они унесли, по-моему, в колонии, что несовершеннолетних, точно не буду говорить, не помню. Проблема-то в чем еще состоит? Одно дело, когда оружие зарегистрировано, и мы можем найти гильзу там или еще что-то, или на пули, да, какой-то номер. А другое дело, когда оружие, как это правильно сказать, перестраивают пневматику, да, или как-то вот, и стреляют дробью. Нет, ну это, скорее всего, просто пневматическое оружие, которое мы не требуем. Не требует регистрации. Да, да, в свободном продаже. Вот, и очень часто нам попадают такие животные, которые именно с дробью. И в связи с этим мы сталкиваемся, опять же, со стеной, что невозможно идентифицировать, да, это камеры снимали кто-то, кто-то видел, кто-то слышал, кто-то знает просто, что у человека есть, да, такая возможность оружия и так далее. Марина Прерву, есть звонок телезрителя. Татьяна, добрый вечер, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Дома Мишанечка и Дома Мишанечка, дорогие гости. Вы знаете, я всегда учу на животных. Вот, это вообще, это моя просто болезнь какая-то, моя так вот, скажем так. Вот я хочу рассказать про детство 11-й школы. Мария Федоровна Мануилова, старство невестное, это сейчас педагог. К сожалению, это школа, которые сделали какой-то там, там, школы выравнивания. Но когда все время я училась, вот, она у нас преподавала история. И мы были вообще очень, так вот, очень любили педагогу. У нас вырос там и Андрей Гадалов, и Андрей Хазов в этой школе. Вы сами, сразу знаете, знаете этих людей. Они сейчас преподают там и в педанцитуте. Вот, и она рассказывала, когда мы ходили на курок истории, она рассказывала, что там к ней приходила собака. Вот, Ма, когда она там преподавала. И я что хочу сказать, что когда мой сын учился в 39-й школе, у нас в нашем подвезде жил две собаки. Рыжик и Черныш. Вот, и этот вот Рыжик тоже ходил с моим сыном на урок к Шелонину, детской школы в 39-й, тоже ходил на уроке с ним. Да, у нас был такой, кстати, Ктуса, это Галина Пекунова. Она вызвала команду оплова этого. И вот эта вот наша собака, Рыжик, которая была очень доверчивой, она пришла, и, в общем-то, ее там умертвили. А Черныш, который там был более такой агрессивный, он как и спрятался. Вот. Я просто что хочу сказать, что вот настолько люди бывают эти, сами так, травматичные, агрессивные, не воспитывают людей нормально, вот, не любят этих животных, вот, когда они страдают, начинают о чем-то своем хорошем. Вот. А, ну, была вот такая ситуация, что вот так вот, мои дети всегда очень любят животных. И поэтому очень странно, что вот такая история, когда вот просто вот где-то помочь, даже просто в домашних, ну, в коллективных вот так вот домах, почему бы и нет. Спасибо, спасибо. Ну, вот одно из предложений, почему бы и не иметь в многоквартирном доме вот такого питомца, пускай это кот, который будет ловить мышей, для всего дома, вот, либо это собака, которая будет провожать всех школьников, да, учебного заведения. У нас такие примеры есть или это уже в далеком прошлом? Вы знаете, у нас есть примеры, где очень много кошек живут у дома, да. Тут как бы нужно тоже понимать грань. Есть вариант, когда у тебя три кошки в подвале ловят мышей, а есть, когда их 20. И, ну, это не для кошек нехорошо, не для людей нехорошо. И мышей столько нет. Да, да, а еще у нас есть сыребольные женщины, они молодцы, они их подкармливают, кормят, но они их так закармливают, что эти кошки, вот эти 20 штук, они становятся бесполезны. И вот у меня в данный момент в квартире завелась мышка на первом этаже, которая приходит кушать, при этом при всем у меня около подъезда около 10 кошек. То есть нужно обязательно понимать, что ты несешь ответственность не просто покормить, а ты еще должен им помочь, потому что их нужно всех стерилизовать и вакцинировать в первую очередь. Потому что на улице, во-первых, помимо всяких болезней кошачьих, которые людям не передаются ни в коем случае, есть еще и машины, злые люди и так далее. То есть как-то нужно относиться более ответственно, наверное, к этому. То же самое с собаками. Собак у нас почему-то с каждым годом все любят меньше и меньше. Раньше вот у нас тоже во дворе постоянно жили какие-то собаки. В принципе, ну, каких проблем не было, дети всегда играли. Сейчас мамочки с детишками в ужасе всегда кричат, ой, собака, уберите собаку. То есть неправильно воспитывают детей. Они учат детей бояться этих собак прямо с пеленок. Они не учат там пройти спокойно мимо собаки. Не маши руками, не кричи. Они подают своим примером, как вызвать испуг у собаки, агрессию или еще что-то. Александр, уж сегодня, наверное, участковые свой участок знают доли поперек и в переулке каждую собаку. Естественно. Да? Такие ведь тоже есть на счету. Вы наверняка знаете информацию, да? Есть, конечно. Где какая-то народная дворняга живет? Конечно, есть такая информация. Мне кажется, на каждом участке у каждого участкового. То есть есть такой двор, где проживает собачка, которую все подкармливают и который охраняет этот двор. Но ведь живот же мирно. Живут мирно, да. Живут, но бывают, конечно, исключения. Понимаете, собачка-то, она же находит себе хозяина. И хозяин это, в первую очередь, тот, кто о ней заботится, кто его кормит. А когда приходят уже посторонние люди, она уже на них может отреагировать, как на чужих людей. Отсюда у нас тоже рождаются жалобы. О других парадах. Бывает такое. Совсем недавно, Марина, вы были инициатором вашей организации Круглым столом. Вот так собраться всем ведомствам и поговорить об общей такой проблеме. Какие главные вехи были вынесены с этого мероприятия? Ну, у нас были поставлены вопросы, опять-таки, что мы бы хотели найти общий какой-то консенсус прийти, чтобы мы могли друг другу помогать, чтобы не было никаких недопониманий между ведомствами. И нам самим нужно было понимать, как волонтерам, вот эту всю систему. Потому что одно дело просто кричать, ой, нам не помогают, они нас не слышат и все такое. Другое дело понимать, что, к сожалению, у нас есть недоработанное законодательство, да, в этой сфере, еще пока недоработанное. И как вот можно с ним работать? И очень важный был вопрос по поводу муниципального приюта, который должен быть в каждом регионе, вот с 2020 года. А у нас его нет. Он есть в Гусе Хрустальном, но и то он создан мужчиной, который вот изначально его сначала построил, а потом вот уже перевели его в муниципальный приют. Получилось так, что на данный момент у нас пока нет финансовой возможности этот муниципальный приют построить. Муниципальный приют не просто для животных, от которых отказались хозяева, или там еще что-то, да, принесли, подкинули, а именно для тех животных, которые у нас родились бездомными, живут бездомными, да, это стайные собаки и так далее. То есть, есть животное, ведь отлов, он для чего создан? Для того, чтобы, сейчас у нас есть программа ОСВВ отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. То есть, по сути, собаку отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, вешают на ухо желтую бирку. То есть, если вы встретите такую собаку, она безопасна. Плюс ее проверяют на агрессию, пока она находится на стационаре. Если собака агрессивная, то ее не выпускают. В редких исключительных случаях, когда есть какие-то болезни, ну, уже несовместимые, да, с нормальной жизнью, я думаю, я так думаю, что их усыпляют. Вот. На данный момент у нас отловом стерилизации, вакцинации занимается Атлант. Это загородный парк, в загородном парке находится. Поэтому, если вдруг ваша дворовая собачка пропала, нужно в первую очередь обращаться туда, искать ее там. Через несколько дней ее выпускают, если она не агрессивная. Если агрессивная, она остается какое-то время там в приюте. И муниципальный приют нужен был именно для таких животных, которых невозможно выпустить. По тем или иным причинам. Или болезни, или агрессия. Или с ней нужно работать, и так далее. Итак, важная проблема круглого стола это отсутствие муниципального приюта для животных. И жестокое обращение с животными, конечно же. Как решить эту проблему? У МВД поддержало круглый стол. Естественно. Прямо респект. Да. А вот ваше участие, и насколько для вас было актуально присутствие на подобном мероприятии? Это же всего лишь общественники. Да? Для нас первоочередная задача была, это наладить контакт с общественниками. Сейчас потихонечку мы начинаем наложивать контакт. Я так думаю, что мы все-таки придем к общему знаменателю. Разработаем общую тенденцию, как работать нам дальше. Есть проблемы, есть пути преодоления этих проблем. Но я так думаю, что еще немножко времени, и у нас все наладится. Какую помощь общественники оказывают вам? Непосредственно мы поддерживаем связь по делам, которые у нас сейчас зарегистрированы, которые у нас сейчас есть в производстве. Также мы готовы принимать от них информацию любую. Если граждане, как у нас уже было озвучено, некоторые не обращаются по поводу жестоких обращений, общественники вправе, как граждане Российской Федерации, обратиться к нам сами. Мы это все зарегистрировали, и будет проведена проверка в порядке установленного законодательства. То есть они ваши свободные руки, ноги, глаза, уши. Именно так и есть. Как внештатные сотрудники. Мы прервемся на блок коммерческой информации. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Возвращаемся в студию. Мы продолжаем говорить о фактах жестокого обращения на Владимире и области. Одно из последних, то, что на слуху, это применение пневматики. Как уже сказали, мы в первой части программы. То есть в этом случае нельзя отследить, кто стрелял. Да, наверное, вопрос вот так. Да, Александр? Да, по так называемым пулькам, выпущенным из пневматического оружия, невозможно идентифицировать, из какого именно оружия это было выпущено. Потому что, во-первых, начнем с того, что пневматическое оружие, как бы оно не является оружием. Нет у него отличительных признаков. Для животного это может быть смертельным? Может быть смертельным, да. Все в зависимости от того, какова цель попадания снаряда и дальность разведенного выстрела. То есть множество факторов. То есть может быть и летальный исход животного. Как бы быть в таком случае? Тогда вот мы находим животное с пневматикой, да, и что? Мы вот в первую очередь ищем, есть ли камеры вокруг, есть ли какие-то, может быть, бабушки, которые сидят на ламочках. Общественный контроль. Да, видят все. Нет, в любом случае первоочередное, что это нужно, это нужно обратиться в правоохранительные органы для своевременной регистрации произошедшего. То есть как только гражданин, либо общественник выявил произошедшего, сразу же происходит звонок. У нас собирается следственная оперативная группа, которая выезжает на место. И уже вы совместно со следственной оперативной группой, то есть общественники, уже, так сказать, занимаются раскрытием данного преступления. Правильно, как вы говорите, значит, обнаружение камеры видеозаписи, от поиска очевидцев произошедшего свидетелей и первоначальный сбор материалов по данному факту. А в какие еще ведомства, кроме полиции, можно обратиться? Кто еще рассматривает такие дела? Рассматривает только исключительно правоохранительные органы. Это наша статья. Ну, например, Роспотребнадзор, нет? Мне кажется, Роспотребнадзор, это можно обратиться в том случае, когда это не бездомные животные, не хозяйские животные, а когда это цирки, зоопарки, контактные. Ну, какие-то организации, которые предоставляют в качестве услуги, услуги с животными, да, которые, кстати, контактные зоопарки у нас запрещены с этого года. В цирке мы тоже пишем заявления, чтобы их проверяли, которые приезжают к нам, чтобы оценивали содержание животных, питание, состояние, здоровье и так далее. То есть любой гражданин, в принципе, может написать Россельхознадзор, ветеринарную инспекцию, да, как-то, запросить, чтобы они сходили, проверили содержание животных в цирках. А если вдруг вы увидели контактный зоопарк в торговом центре, то тут нужно вызывать сотрудников полиции, опять же, потому что это нарушение прямое с этого года. Хорошо. Если это полиция, вот алгоритм действия. Я, к примеру, да, вот, допустим, нашла труп животного либо какого-то пострадавшего там с увечьями и так далее. Что мне нужно делать? В первую очередь вам нужно достать из кармана мобильный телефон и позвонить 102-02-112. Сообщайте оперативному дежурному о произошедшем, где вы находитесь, что вы обнаружили, при каких обстоятельствах. Как только оперативный дежурный получает от вас информацию, он вам поясняет, что вам необходимо оставаться на месте и встретить следственную оперативную группу. Приезжает следственная оперативная группа, отбирает с вас показания, и, в принципе, наверное, на этом ваша роль заканчивается. Не важно, это животное ранено, это без следов крови, то есть, я не знаю, может, там естественной смертью умерло или еще как-то. Ну, смотрите, если естественная смерть, я так думаю, что, в принципе, будет видно по животному, что он погиб естественной смертью. Если он погиб насильственной смертью, то есть это сразу будет очевидно. Даже при отравлении животного, то есть это будет какое-то выделение, то есть будет видно. Я так думаю, что каждый вменяемый человек сможет определить с виду, каким образом погиб животное. Если действительно он погиб не своей смертью, то это 100% нужно обращаться в органы внутренних дел. Итак, позвонить. Дальше. Позвонить, находиться на месте до прибытия следственной оперативной группы. Следственная оперативная группа прибывает, гражданин все поясняет, при каких обстоятельствах нашел, где нашел, на сколько нашел. Вот, с него отбирается показание, и дальше уже следственная оперативная группа будет проводить свои мероприятия. Кстати, один из вопросов на круглом столе был такой. Мы так, по-моему, не пришли к какому-то выводу, потому что этот вопрос нужно поднять и решить. Когда мы находим труп животного, вызываем, в принципе, полицию на место, хорошо мы описываем место, место, животное и так далее, подаем заявление. Но этот труп животного нужно ввести на экспертизу в лабораторию на вскрытие. Вот. И тут возник вопрос, кто его везет и за чей счет? Потому что на самом деле для обычного гражданина, вот я платила спасибо людям, которые помогают финансовым волонтерам, большая благодарность, потому что без людей, которые помогают финансовым, мы бы просто не справились. Вскрытие трупа и утилизация стоило 5500, по-моему, тысяч рублей. То есть, если бабушка найдет какую-нибудь кошечку истерзанную, она, естественно, не будет ничего делать. У полиции, насколько мне было на круглом столе, пояснено, что у них нет такой статьи, вроде как, у них пока нет методов действия, скажем так. Да, не отработано, да, Александр? Да, этот вопрос по настоящее время остается открытым. Вопрос довольно-таки серьезный. Одно дело, когда погибает животное у хозяина, и хозяин готов на все, чтобы найти виновных лиц, то есть он прикладывает все усилия. Ну и понятно, он как бы финансирует, да? Да, как бы он это все финансирует, а мы уже просто его направляем в нужное русло, каким образом это сделать. А второй вопрос, это когда действительно животное либо неизвестно, кто собственник этого животного, да, и собственник, может быть, и не знает, что именно с его животным произошло, вот, либо это животное бездомное, то есть уличное. Вот, здесь вопрос, конечно, очень сложный. У нас на это нет ни средств, ни возможностей, чтобы проводить такие экспертизы. То есть вот это как один из вопросов недоработки законодательства, да? То есть, ну, хорошо, они, у нас есть статья теперь, по которой мы можем привлечь, но нет вот таких нюансов, что кто ввозит трупы, да, кто оплачивает вскрытие, где эти трупы должны храниться до вскрытия, потому что это очень важно. Вот, плюс у нас наша лаборатория ветеринарная, у них нет реагентов, которые могли бы, да, как у судмедэксперта, по людям показать время смерти, причину смерти и так далее, да, то есть, ну, когда это яд, например, какой-то или, ну, что-то еще. Они не имеют права просто давать нам прямой ответ, скажем так, от чего умерло животное. Вот. Какой-то у нас там был еще вопрос, по-моему. Вопрос из последних случаев, да, вот буквально недавно в соцсети закипели ситуации с живодером в Кольчугино. Это фейк или действительно реальная ситуация? Что вы знаете об этом? Которые саконисты или что-то такое, да. Это на самом деле правда. Животные их сейчас забрали, кольчугинские волонтеры, по-моему, 12 или 14 собак, одинаковых рыжих. И я разговаривала с этими волонтерами, Елена ее зовут. Девушка, она говорит, у них у всех на задних лапах, по-видимому, он брал кровь. То ли он подрезал им сухожилия, они плохо ходят. В общем-то, у него там весь дом был в крестах, в ножах. Вот, то есть я, у меня был только один вопрос. Это продолжалось ни один день, ни одну неделю, ни один месяц. Те люди, которые живут с ним по соседству, они не боятся за своих детей? Они не боятся за свою жизнь? Что сейчас они слышали? Они слышали, они говорят, мы знаем, это было давно и постоянно. Но почему-то никто не заявлял. То есть им не страшно, что в один прекрасный момент у него что-то перемкнет, и он просто выйдет на улицу с ножом на детей. Люди, давайте мы будем как-то более активны, что ли. Потому что вы живете, вы покрываете, грубо говоря, таких неуравновешенных людей. А может, он вам квартиру подожжет потом, вызывая там кого-нибудь. Здесь, конечно, должно быть обращение от сотрудников полиции, что вот такие звоночки, да, они могут быть потом очень серьезными последствиями. Ну, естественно, есть, ну, конечно, люди должны обращаться в правоохранительную органу. Действительно, если они это видят, не могу ничего сказать именно по этому случаю, потому что мы обслуживаем город Владимир по Кольчугам, мне неизвестно. Вот, ну, конечно, в таких случаях, это, во-первых, профилактика преступлений в отношении людей будет, в первую очередь, как правильно Марина говорит. Вот, и я призываю всех граждан обращаться в правоохранительные органы в таких случаях обязательно. И вот еще один случай, да, ну, мы говорим, конечно, что если бы животных не выкидывали на улицу, не было бы бездомных и так далее, но есть ситуации, когда просто, ну, волосы становятся дыбом от такого жестокого обращения с братьями нашим меньшим. Вот та ситуация, когда собака была с перерезанным горлом, да, и все-таки удалось спасти. Да, девушки там занимаются, тоже волонтеры, молодцы, активные, они даже подали заявление, они связываются с ОМВД также, и, насколько мне известно, дело возбуждено уголовное. В отношении тех лиц, которые совершили это деяние. А вот женщина, хозяйка собаки, которая, по словам свидетеля, заказала, грубо говоря, эту собаку за бутылку водки, она пока, ну, вот пока она, как это правильно пояснить, что она пока в это дело не входит. Но, скорее всего, ее тоже привлекут к ответственности, мы на это надеемся. Она многодетная мама, очень часто такое бывает, что, между прочим, жестокость от женщин очень большая идет, от женщин с детьми. Собака, кстати, это именно конкретно, не один раз, видимо, резаная, потому что у нее шрамы по всей спине застарелые, уже зажившие. Вот, и до этого у них была собака, ребенок пояснял, что у них была собака, но мама ее куда-то отдала. Ну, вот отдала, мы уж ему тут, как говорится, не знаем, не знаем. Слушайте, ну это вообще вот что? Это что? Это даже описать слова нельзя. Многодетная мать, да, с питомцем, который уже там страдает, да, практически с рождения, и еще эту собаку заказывают за бутылку. Причем собаку эту сначала пытались повесить, насколько мне известно. Видимо, подумали, что она уже умерла, ее, значит, срезали, и она побежала в магазин к этой, значит, хозяйке к своей. Она обратно отдала ее этим алкоголикам, добавила, видимо, им, насколько мне волонтеры доносят информацию. И они вот пошли, и, видимо, им просто не хватило сил, потому что они выпили лишнего. И, грубо говоря, не дорезали. Собаку. Это ужас какой-то. Но получается, что вот эта вот мать многодетная, она ведь тоже несет ответственность? В рамках рассмотрения уголовного дела, то есть будет дана оценка действиям всех участвующих лиц, пока дело возбуждено в отношении тех лиц, которые это исполняли непосредственно. Ну, вообще, вот, думаю, что это где-то там, может быть, в каких-то фильмах, в фильмах ужасов, где-то еще не с нами, но оказывается, это вот в соседнем районе, в соседнем дворе, вот такое может произойти. Это не первый случай, когда, кстати, многодетная мать заказала другую собаку, которая, к сожалению, умерла. Это было по осени в том году. Собака жила, по-моему, 10-12 лет на одном месте, причем они же ее взяли щенком, потом она выросла, они ее выкинули. Она поселилась под заброшенной газелью. Вот она там всю эту жизнь жила, собака. Соседи ее кормили, ну, домовая собака такая, при доме, как мы говорили. Потом со временем собака, естественно, живя на асфальте зимой и летом, и осенью у нее заболели суставы, она стала поскуливать по ночам. И одна из бабушек подошла к этой женщине и сказала, может быть, хоть к ветеринару свозите, ну, там, полечить, может, уколы какие-то поделать. Ну, и буквально через несколько часов она видит из окна, как двое пьяных знакомых вот этой женщины вытаскивают эту собаку из-под газели, режут ее ножами, тыкают и просто выкидывают в урну. При всем при этом собака была живая, вот ее в 4 часа, по-моему, мне говорили, ее резали, а до 7 часов она была живая. На место вызвали сотрудников полиции, вызвали ветеринаров, но уже не успели. Вот. То есть это многодетная мать, у нее 5 дочек. Как будто бы не про людей вы сейчас рассказываете, да, но понятно, что в данной теме животный мир, он беззащитный и не так агрессивен, да, как мир человеческий. А в завершении эфира буквально 2 минуты, с каким призывом вы бы хотели сегодня обратиться к нашим телезрителям, Александр Павлович? Да, ну, повторюсь, как бы если люди, граждане, не проходите мимо, если вдруг вы видите то, что совершаются такие деяния в отношении животных, обратитесь в правоохранительные органы. От вас требуется самое малое. Просто звонок и дождаться следственной оперативной группы. Все. Дальше мы уже с общественниками, с помощью уже разберемся, и привлечем к ответственности виновных. Марина. Ну, а мне хочется сказать, все тайное когда-нибудь становится явным. Рано или поздно, мы очень любим эту фразу говорить, бумеранг вас догонит. И неважно, что это будет, кто-то вас привлечет, общественники, полиция или сама жизнь, но она очень часто нам показывает, что мы за все свои деяния получаем потом по заслугам. Людям не молчать, конечно же, не проходить мимо, и не стараться скинуть как-то на кого-то другого свою ответственность. Если вы увидели, помогите животному в первую очередь. Мария, можно присоединиться к волонтерам Альянса? Да, конечно, к Альянсу можно присоединиться. Нам очень нужны помощники, нам не хватает рук, нам очень не хватает юриста. Если у нас будет какой-то волонтер-юрист, мы были бы очень благодарны. Всегда ждем с раскрытыми объятиями, будем рады видеть. Я напоминаю, что на студии сегодня была Марина Собянина, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации Владимирской области Альянс защитников животных. Спасибо за эфир. И Александр Загоровский, изместитель начальника отдела участковых и уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних в ВД России по городу Владимир. Спасибо. Спасибо нашим телезрителям за ваше внимание. Берегите друг друга. Мы сегодня выяснили, что, оказывается, человеческое отношение должно быть ко всему и даже к животному миру. Спасибо. Спасибо.